В субботу вечером над Приднестровьем пролетели опознанные летающие объекты спутники Илона Маска. А вереницу светящихся точек видят все жители мира в определенные дни. Над Приднестровьем спутники Starlink пролетали много раз. В субботу в ясном небе спутники было очень хорошо видно. Это видео из молдавского тиктока набрало 120 тысяч просмотров. Первая неподдельная реакция на спутники от жителей какого-то молдавского села. Люди всерьез испугали, что летят истребители из Украины или в Украину. Было в субботних обсуждениях и много юмора. Кто-то писал, низко летят, значит к дождю. Кстати, небольшой дождь у нас прошел. Кто-то вспомнил про инопланетян, НЛО, Бэтмена, а еще Санту. У него ведь похожая светящаяся вереница оленей. В комментариях даже сказали, что на мгновение подключились к спутниковому интернету Маска. Спутники Маска двигаются на огромной скорости, гуськом. Их еще называют поездами. Компания SpaceX уже вывела на орбиту почти 3 тысячи спутников Starlink. Задумка такая, чтобы доступ в интернет можно было получить из любой точки мира. Starlink уже продает доступ в интернет в Канаде и США. В планах отправить на орбиту минимум 12 тысяч спутников. Вес каждого 280 килограммов. Те спутники, что пролетели над Приднестровьем, были запущены всего неделю назад. В интернете есть онлайн-карта с перемещениями масковских спутников. В реальном времени можно посмотреть, что и где летает. На другом сайте можно узнать, когда светящийся поезд или отдельные спутники будут пролетать над вашим городом. Указываем Тирасполь. Там пишут, спутники Starlink пролетают над Тирасполем почти каждый день, но их обычно плохо видно. А вот 28 июля в 9.37 вечера должно быть видно хорошо.